МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До войны Надежда Васильевна Быченко в девичестве Ярошенко жила в украинском селе Балясное Диканского района, что под Полтавой. После окончания восьмилетки с 14 лет работала в шахте на Донбассе. После несчастного случая, когда Надя попала под обвал и не могла больше трудиться на шахте, ее отправили на курсы телефонисток. Этот факт ее трудовой биографии позже сыграет решающую роль в ее дальнейшей судьбе. Ведь когда началась война, она работала на телеграфе, а Красной армии очень нужны были солдаты такой специальности. Как наши уже начали отступать, нас двое было там на почте. Нам прочитали приказ и забрали нас, погрузились и забрали на войну. Даже не пустили нас сказать, чтобы домой, что где мы динемся. До старого школа доехала я там, удилив нас военную форму, приняли приказ и стала я военна. Робила по связи. В пехоте 21-й армии, которую командовал генерал-майор Тимошенко. Война расколола жизнь 18-летней девушки надвое и как взрывом разбросала ее молодую семью. Муж кадровый военный ушел на фронт в самые первые дни. А ее саму забрали в 41-м в отступающую армию, буквально оторвав от маленького сына, которому не было еще и года. Ребенок остался с моей мамой у немцев. Я прокляла начальника штаба, я прокляла его, чтобы он меня не отпустил домой хоть сказать, что меня забирают. Я плачу, а он говорит, а тысячи людей, как? Не оставляю детей, ты же оставила у матери. А сердце-то у меня. При мне? Все для фронта, все для победы. Эти слова звучали в разбитом сердце надежды, как заклинание, как оберег, как приказ. Они дарили веру в лучшее, а чувство долга помогало пересиливать страх и ужас. Моя обязанность была давать связь. Войска, полки дивизии бьются, я дежурлю на КП. Если связь не есть с каким-то полком, или дивизией, я должна идти, хоть там бомбить, хоть стреляет, а я должна дать связь. Ото я тереги делала. Всю войну. Ну, что можно сказать? Что страшное? Все. Ну, тогда ничего не боялся. Одно, как первый бой я приняла, сразу боялась. Послали мы, с трубой связь не было, а через речушку, это под Курским, выскочила и думаю, а, Боже, и бомбят, и стреляют, и что только не делать. А там такой окопчик, а я в той окопчик. Села, а тогда думаю, что я делаю? Мене же однако расстреляют. Как выскочила, как пошла, где повзком, где перебежка, и где что-то, я все, и больше, и меня страху не было. Я не думала, что меня убьет, что меня, что я иду, я думаю, або мне сделать то, что мне приказано. И все. Не думаешь, не прошу, что завтра, что через час ты придешь, и тебе не станет. А вот про это не думала я. Такая пословица. Своей пулей ты не почуешь, чи снаряды, чи что, не почуешь, а чужую почуешь. Летит, а это мимо, а ты повзешь, свое дело робишь. Многие события военных лет Надежда Васильевна помнит, как будто это было вчера. Навсегда в ее память врезались картины расправы фашистских извергов над мирным населением белорусского села. Мост был. Так моста не мая, а теки сами стопы и перекладины на стопах перебит. И а то на каждой стопу две души повешены. От малого, от грудного ребенка до старика. Вот это на идущие повлияло на все солдат. Вот так, как они издевались с людьми. Всякого. Всякий бачил ужасы. Бывало на фронте не только страшное, но и смешное, курьезное. Например, однажды советским воинам при помощи разведчиков удалось перехватить вражескую продуктовую передачу с воздуха. Мы же голодные, однажды каждый солдат, кому консерва попала, кому там, мне то и амлет то и попал, я на силу его загризла, бо его не вкусишь ничего. А тогда один солдат видишь эту консерву, так как крикнет, братцы, а что мы ели? Ягушки. А воно консервис для ушей. Ой, так. Ему всего не можно рассказать и вообще. Столько лет прошло, а не забыть Ефрейту Рубиченко свою встречу с маршалом Рокоссовским, когда она надерзила военачальнику и уж совсем было собралась в штрафбат, а тот неожиданно угостил ее сахаром. Заходил Рокоссовский. Я не знала, что это Рокоссовский. На КП зайшел Рокоссовский. Питает. А я только пришла с линии, только связь дала с этой трубой. А слайпер, где сидел, засек и перебил. Пока я приповзла, а он перебил. Связь есть с трубой? Кто дежурный? Связь есть. Я встаю, докладаю. Я. Почему нет связи? А у меня тогда был автомат. Расстрелять надо. А я говорю, давай, кто кого. Немедленно, чтобы связь была. Ну и пошла я на линию связь давать. Приходжусь и соединила я. А мне этот солдат, что сидит за аппаратом, за этим. Та я каже, Надько, ты знаешь, кого ты вылужила? А я говорю, а кого? Рокоссовского. А я думаю, бог. А тоди уже так не батальйоны были. Где нам больше пекло, туда направили. Думаю, ну все, у страхной попаду. Ну и все. А тут он заходил, побалакал и с трубой, связь, что там надо было, и все. А тоди питал, сколько дней не ели? Я молчу, не обзываюся. А той отвечал, три дня, три дня, або иди, три дня не ели. А он тоди на меня каже, как твоя фамилия? Я сказал, а звать? Я сказал, ты девушка? Так точно, говорю, девушка. Вин открывает, скинул эту палатку, открывает свою сумку, вытягает, по кусочку сухаря дал и по грудочке сахарю. Я больше ничего не могу едать. Больше у меня нема ничего. И пошел. Но самые яркие воспоминания связаны у Надежды Васильевны с битвой за Сталинград. Пришли до Сталинграда, и от нам надо было переправляться. Мы пошли до Волги. Переправляться через Волгу. То Волга горела как огонь и красная была как кровь. На льоте в самолетах было не видно неба. Немецкие самолеты. Ну мы погружились на эту баржу, что нам положено погружаться. Я зайшла на баржу, обракотилась, от перила там. И дивлюсь, а он гудует самолет и обороняется бомбить. А я ей кажу сама собі. Кажу я не знаю, мне никто не что Бога нет, в школе нельзя было про это балакать, про Богов там все и все. А я и кажу сама себе, ну если есть Господь, или я не знаю что, его, Нашу баджу не разобия, и мы переправились, ну, заняли оборону и так, ну, окупировались, бились за Сталинград, за каждый дом, за каждые 5 метров земли бились, а на мамайском кургане, что там было, там ужас один был, там страшно было, не дай Господь, его не можно рассказать, его не можно рассказать, всего, что бачил, что переживал, хорошего ничего не было. Где черпали силы советские воины, в числе которых было немало женщин, для того, чтобы выстоять в нечеловеческих условиях, и не просто выстоять, а переломить ход войны и истории, и погнать, наконец, захватчика с родной земли. Зима, конечно, была, попали в окружение, получилось оно так, оце Павлюс, німецкие солдаты, тоди наши, оце мы, а тоди обратно, немцы, а тоди наши, ото таке окружение было. Нам доставки ніякої, ни ести, ни пить, а зима така, а мы в шинельках и в буте в сапожках. Кроме снигу, больше ничего, доставка яка, ничего, голодные были и холодные были. Я четыре года прослужила, никогда не курила, а тоди по цепою передает мне, что у меня один солдат такой, на, потягни, может, жажду перебежь. Так я, как потягнула, то думала, я кишки выкидаю. И Сталинградом, как явился Жуков, командовал он войсками, Жуков, а тоди уже мы не стали отступать, а тоди стали мы отступать. И а то Павлюса взяли, окружили, и взяли ему нікуди было деться. До Берлина красноармеец Надежда Быченко не дошла. Ее война закончилась здесь, под Сталинградом. Я была третьей контужена, а четвертый раз я попала под бомбежку, и меня присыпало землей. Ну видно ж было, видно, не совсем присыпало, что меня другая часть подобрала. И я попала в госпиталь. Направили меня, а по врождении было вот это позвоночник, ноги и плечи. Только в марте 1944 года смогла вернуться Надежда домой, в родное село, практически полностью сожженное немцами. Ее встречала мама, одна. Сынок не дождался встречи, умер от дифтерии. Очень нескоро затянулись душевные раны фронтовика, но постепенно мирная жизнь наладилась. Сейчас у Надежды Васильевны большая и дружная семья – двое детей, шесть внуков и четыре правнука. Удивительно, но спустя много лет судьба вновь привела ее на сталинградскую землю, когда она перебралась из Украины к дочери Волжский. Бывала она и на Мамаевом кургане, но воспоминания о войне слишком больно отдаются в сердце. «О, все страшно, его не можно, ничего не… Вы теперь смотрите к кино, я никогда не смотрю к кино. Я тогда вспоминаю, я тогда расстроюсь, и мне плохо. Я вот не спится, мне и я в другой раз думаю, придумаю всю свою жизнь, яку я прожила. И думаю, господи, как я осталась, как я могла остаться живою? Я сама себе не представляю, как я могла остаться, будь живою. Что вот сейчас уже до 90-х годов дожила. Живите подольше, дорогая Надежда Васильевна. Низкий поклон вам за победу в сталинградской битве от ваших волгоградских земляков. И примите поздравления с юбилеем от редакции информагентства «Высота 102». Субтитры создавал DimaTorzok